Приветствую вас, друзья! Я на канале Каменный Успех. Дома из камня. Что значит животик с камня? В такой возник вопрос, я отвечал одному подписчику, и Света говорит, что вот ну как, как, это же непонятно, это же вообще ничего не понятно, как ты объясняешь. Я объясню, так как я объясняю своим ребятам, которые кладут камни, которые делают подпорные стены, или кладут стены дома, или кладут мостовые, вот если вы туда посмотрите, вот эти дорожки, в каждом камне должен быть животик. Как его обнаружить? Где у вас животик, у человека, где животик? И я всегда вот показываю ребятам, вот, вот, вот животик. Животик, он не вот здесь, и не вот там в ногах, он здесь. Значит, он должен быть посредине и в камня. И вот если вы берете, допустим, любую палку, ровную, пробил, или еще что-то, ставите вот так, вы сразу увидите, вот здесь угол. Ну, можно сказать, хорошо положено. Если вы посмотрите на эту сторону, можно сразу увидеть, как камень заваленный. Но, я просто понимаю, зачем ребята это завалили. Просто я, как бы, следующий дом, мы будем делать по-другому немножко. Я поставлю одного человека, и чтобы он за все углы отвечал. Но, в данный момент, человек по незнанию поставил этот камень, допустим, в животик, в голову, так сказать. Видите, там завернутый, это неправильно. Вот это неправильно. Не потому, что я хочу придраться к кому-то, и иногда мне говорят, о, это какая разница. Есть разница большая, кто как смотрится. Вы можете кривой камень поставить, поставить этот кривой камень правильно, и он будет смотреться, он будет хорошо смотреться, и многие будут на него смотреть, и не смогут понять, в чем проблема. Он привлекает, он заинтересовывает, он притягивает, он имеет особый магнетизм. Но, если вы в камне заваливаете, если ваше животик в голове или в ногах, тогда этот камень будет отторгать, он всякий магнетизм уходит. Поэтому, я всегда ребятам показываю, и вам, вот где животик. Вот этот камень, если взять, вот, допустим, здесь сейчас 8 милин, а здесь 5 милиметров, и вот эти 5 милиметров должны быть то же самое, и здесь 5 милиметров. Середина наполовину, тогда этот камень будет правильно стоять. В данный момент он стоит неправильно, поэтому очень важно, очень важно. Подожди, а что, здесь же вот эти вот две стороны параллельны. Нет, нет, нет. Те стороны, которые параллельны, это совсем другое, они могут быть немножко ниже, немножко выше, они не играют никакой роли. Играет роль магнетизма. Вот эта сторона, вот эти две стороны, если они правильно поставлены, все, к вам предъяв никаких не будет, и к нам их не будет. Сейчас, а сейчас, вот этого, как бы видно не будет, потому что здесь будет сделано под старинку, здесь будет замазываться штукатуркой, но на самом деле, вот это и есть ошибка. Вот этот камень, вот если его посмотреть, он положенный идеально, потому что он положенный ровно, он положенный, он не затянутый нигде. Вот, вот животик, вот его животик, вот, вот, понимаете? Вот смотрите, у меня выемка, она идет внутри просто, вот у меня два животика выходит два животика выходит два животика получается вот это правильно положенный камень почему у нас и то видео вышло по двум ниткам потому что я всегда кладу камни по двум ниткам вот одна нитка и вторая и мы уже смотрим по одной нитке и по второй нитке чтобы вот эти края совпадали тогда мы уже можем определить четко где наш животик и ты не сможешь его не так закрутить завалить не вот так завалить животик камня и центр камня это совсем разные вещи на самом деле они так близко между собою они контактируют потому что если мы посмотрим даже вот здесь видите вот у меня центр как бы ну и животик получается потому что вот здесь меня зазорчики здесь вот здесь наоборот и где-то вот он у меня идет как бы но потому что если я поставлю скажем так вот здесь выровняю а здесь вот здесь если выровняю да у меня здесь по и получится перекос ну то есть очень важно это нормально он нормально положенный иногда бывает так что вот камни как бы такие вообще как бы хороший животик вот как его правильно поставить иногда мастера мастера берут и вот эти края выгоняют сюда выгоняют так чтобы края вот эти совпадали с этими это грубейшая ошибка она не смотрит красиво и вот если вы поставите как бы вовнутрь и вот здесь как бы камень такой чтобы он не был закругленный как бы тоже как бы как и это когда она вообще будет хорошо смотреться идеально данный момент данный момент это все смотрится вот так как нормально смотрится если бы я его убить выдвинул это не так и вот многие мастера вот это смотрел наблюдал как дом и они вот и брали там они вот такие вот они специально так обрабатывали у него хватает мозгов его выдвинуть наружу чтобы да это неплохо это будет хорошо смотреться но на самом деле камни кладутся правильно именно чтобы они по двум ниткам были но это уже на любителя это уже такая индивидуальная кладочка может быть когда камни выходить наоборот то есть играючи играют если вы делаете делайте работу свою ровненько каждую камушку надо находить животик смотри вот у меня у меня животик да идёт по диагонали видишь вот смотри вот сюда сверху видишь ровненько здесь идет а вот так если вот у меня совсем по-другому уже здесь допустим полтора сантиметра и здесь полтора то есть вот как бы ты нормально правильно камень положены его практически не видно что он он любой можно взять самые кривые камни и положить без обработки единственное что нужно сбивать углы чтобы углы как бы не царапались тогда это будет красиво положен камень то есть именно тема идет об я хотел вообще на две минуты по-быстрому мини-видео для того чтобы не не за не затруднять мастеров или сказать людей которые состоятельные люди которые строятся но этого не получается приходится как бы снять и побольше рассказать потому что действительно это интересная тема и сильно эта тема которая не на не раскрыта никем и я сказал что вам может даже легче идти по этому пути чем чем не потому что никто это не рассказывает и никто не показывает и не где-то прочитать единственное что это мой опыт это мои знания мои знания моя практика она здесь она так сказать моем моих мозгах и в моих руках ни в коем случае на моем языке и вот сейчас благодаря то что мы со светой там часто как бы ведем эти дискуссии у меня получается рассказать это и вам мы сейчас поедем еще в одно место и я уже покажу чужую работу это моя работа чужую работу уже как бы современного камня это старый камни это камень который так сказать мы его обрабатывали такой разный покрученный вот если так посмотрите вот сюда такого камня еще хуже мы сделали вот этот заборчик немножко обработали немножко это уже было давно уже было как бы сейчас мы все едем на другой объект я вам покажу действительно заваленные углы играли с ребенком детский городок так сказать центральная часть района об острова в смысле все родители разных статусов собирается и по-своему я не знаю вот кто-то и не видит может и когда-то комиссия которая принимала у этих ребят которая ничего не соображает и не смыслит на этом деле но таких ошибок полно видите допустим если мы посмотрим на тура угол вот у него животик вот здесь не посредине даже этот камень он более положены правильно плюс к тому видите как перевязки нет ладно это уже другая тема давайте еще посмотрим другие углы посмотрите вот здесь видите как камень положены животик у него голове а низ вообще как бы ушел так же самого посмотреть эти животик идет в ногах а вверх чтобы вот этого не было всегда нужно работать по двум ниткам посмотрите обратно эти животик идет у него верхняя часть на самом деле можно сделать что-то был посредине животик посредине то есть камень положен неправильно вот иногда люди там начинают говорить о том что нужно пользоваться только отвесом я могу это оскорить это другая тема ну это другая тема да это другая тема а вот этот камень правильно положен вот этот Этот? Да. Но он больше к тому, что он правильнее положенный. Видишь? Он так как бы... Вот. Может... Видишь? Вот, допустим, вот этот камень. Он сам кривой, кривой. Вот. Но он положен и правильно. Он именно стоит правильно. Видите, где животик у него? Вот животик. Вот, вот, вот животик у него. Вот. И он как бы, он будет стоять и смотреться нормально. Ещё если бы здесь расшивочку сделать аккуратненько, он бы спотрелся. В этих камнях один недостаток. Углы. Не сбитые углы. Если бы вот эти углы были сбиты, цены им не было бы. Ну и потом, на что мастерам нужно обратить внимание, вот на такие зазоры с цемента. Это как бы чревато смотрится. Вот, допустим, взять... Вот этот камень. Видите, он тоже правильно положенный. Вот он, красавец. Я ничего не могу сказать. Мы сейчас посмотрим ещё другие варианты. Если у камня лицо плоское, значит, у него и есть животик по его плоскости. Вот это его как бы и лицо, и плоскость, и животик, и центр, и всё. А если он логнутый? И вот здесь два животика камня. Давай здесь ещё посмотрим. Здесь нормальный вот здесь, видишь? Вот. Зазорчик, здесь зазорчик, здесь животик по серединке идёт. Так, что мы ещё посмотрим. Вот здесь, смотрите, камень, положенный как бы выдвинуть наружу. И он смотрится, ну как, не акте. Мне не нравится, как смотрится среди ровных выдвинутых камней. Потому что камень плался не по животику определялся, а вот именно по краям. Этот камень положенный правильно. Он здесь выдвинут, значит, у него края. Края вот идут как животик. Вот. Вот. Лучше его поставить нельзя. Вот он, такой красавец. Вот он. То есть, если камень, так сказать, выемка в средине, значит, ободочек его, каемочка его, это существует как животик. Если камень идёт как бы горбинкой, как вот этот, где он, как вот этот, выпухлый. Значит, вот это его животик. Вот это, вот это животик камня. Вот. Вот животик. Его нужно правильно только поставить. Не так, как он здесь стоит. Его нужно правильно поставить. Вот, типа, сделать. Допустим, вот этот стоит вами. Он поставленный правильно. Этот камень положенный правильно. Вот. Я его увидел как бы. Видите. Он здесь. То есть. У него как бы центр. Вот центр. Вот. Вот центр. На него любо посмотреть. Он имеет свой магнетизм. Но все началось из углов. Я хочу подвести к тому, что самое главное, чтобы углы клались правильно, чтобы углы клались со своими животиками, не были завалены. А чтобы углы не были завалены, их нужно класть правильно. Поэтому в каждом углу должен быть животик посредине. Смотри, какой камень интересный. Тут две впадины на нём, да? Ну, и этот камень положенный правильно. Он правильно положенный, он хорошо положенный. По нём даже не скажет, он привлекает. Вот мой взгляд, он привлекает. Почему я на него посмотрел, почему я к нему подошёл и поставил планку, так сказать, пролил. Потому что он привлекает, если он правильно. А если камень неправильно положенный, эта работа отторгает, понимаете? Отторгает. Я когда-то проезжал по Украине, то есть разные работы, и обращаюсь внимание, вот как у вас режет слух от моих слов, так у меня режут глаза, когда я смотрю там и вижу разное. За счет этого, конечно, учишься, и где-то думаешь, ой, да я об этом никогда бы и ролик не снял, потому что это же неинтересно, это все знают. Оказывается, нет, этого никто не знает. Это может быть, я только знаю, об этом думаю, об этом размышляю, и никого как бы эта тема не затрагивает. Возможно, там единицы где-то есть, а не где. Понимаете, поэтому вот то, что касается животика, это очень серьезная тема, и люди, которые ее, как бы, придерживаются, они никогда, никогда не сделают вот такие, как бы, вот смотрите, этот запах, смотри, вот сюда. То есть, это люди делали, как попало, как попало, видите, да, в самой стене существует. Тут, короче, можно посмотреть и посмеяться. Мы начинаем новый проект. Наши углы, вот смотрите, животик вот посредине, посредине, ну давай здесь тоже, ну и здесь посредине, и там. Ну, а теперь, теперь, я вот, почему, я ребятам говорю, подвом, то есть, подвом рейса, вот, рейсы наши идут, рейсы, маяки. И вот мы представляем, Арфавий уровень, и видно, вот мы идем, а вот этот камень, уже, видите, неправильно положенный, завел, он и сам не увидел. Вот, сейчас я вам буду рассказывать, как нужно. Видите? Какой камень? Вот этот камень, вот этот камень, он, у него животик в голове, видишь, вот этого камня, животик в голове, вот, видите? Этого не будет, может быть, видно, а может, допустим, если такого же уровня, как я, человек подойдет, или кто-то, если насмотрится этих видео, он быстро определит, где, как, что положено. Вот этот камень, он нормально обработанный, сам мастер его положил неправильно, вот, я где-то не досмотрел вовремя, а сейчас он уже остыл. А у тебя человек за углы отвечает, ты же говорил, назначишь. Ну да, я, как, у меня один человек сейчас делает углы, один человек, но дело в том, что я всегда говорю, всегда, как бы, напоминаю о том, чтобы было качество, но иногда и бывает и такое. Ну, все равно, это работа качественная, ну, просто где-то какие-то недостатки немножко. А здесь нормально. Бывает, просто, я скажу по-другому немножко. Бывает, люди просто на автоматизме делают работу свою. Вот иногда бывает так, что плотники, они обрезают, обругают все пальцы, вот, и у них это происходит не потому, что они вот такие, никакие, потому что они все это делают на автоматизме. Всегда надо думать, что ты делаешь, как ты делаешь, тогда это будет правильная, качественная работа. Смотрите, как. Вот этот камешек тоже весь, он неровный, он хорошо положен. Здесь живут живот, вот он животик, выпеченная сторона. Да, да, да. Он нормально положен, он хорошо положен. Да, 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 все, все, он будет так лежать и хорошо, и очень долго. Здесь, смотри, обратно, вот здесь, вот здесь, очень важно, чтобы одинаковое расстояние было, одинаковое. Если оно не одинаковое, значит, немножко проблематично. То есть, нельзя на автоматизме эту работу делать. Всегда надо думать, что вы делаете, как вы кладете камень в камень. На мостовую, если посмотреть, там тоже. Вот, пойдемте на мостовую. Сейчас, видите, я очень много, многому научил уже, ребят, уже они делают так, как я говорю, так, как я хочу, так, как желание, сердце моего. И вот в данный момент, я вот смотрю, вот здесь положенные, они правильные. Но есть моменты, моменты, где они положенные, неправильные. Мы сейчас найдем поджеками, потому что я очень много уделяю этому вниманию. Чуть ли не до скандала, чуть ли не для таких жестких, так сказать, поворотов. Потому что мне нужно качество, мне нужно работать с заказчиками, и ни один год. Мне нужно, чтобы мне доверяли. Вот здесь животик, он вот видите, где? Он очень важно, когда есть животик посредине, посредине, видите? А в основном, я вам скажу, что очень хорошо, очень хорошо. Они многому от меня научили. Молодцы. И я хочу спросить у вас, вам сейчас понятно или нет, что значит животик в камне, что значит ровно положить камень? И даже если бы эти камни не были в такой степени обработанные, их нужно ровно ставить, ровно класть. Или даже вот так, если смотреть. Видите? Сейчас вот. Все камни положены правильно. Потому что мне приходится очень много уделять этому внимания. Очень много. Вот здесь, допустим, этот камень заваленный. То есть, тоже животик у него. То есть, с одной из сторон. Вот он идеальный. Я доволен. Мои мастера уже выучили все эти уроки. И они могут уже научить и других. И уже эта информация, она пойдет дальше. Потому что, действительно, вот я смотрю, у меня вот сейчас. Держится там 10-12 человек. И они все преданно сидят возле меня. Потому что знают, что у нас все четко. Что если я где-то ругаю, наставляю, это все по существу. Просто вот так не происходит. То есть, мать-перемать у нас нет. И уже мне не надо ходить с палкой и контролировать. И уже не надо доставать свой животик и показывать, как нужно класть. Потому что каждый из них уже знает, чего хочу я. Чтобы эта дорожка служила настоящим магнетизмом. Как для заказчиков, так и для нас. Потому что заказчики заказывают нас. А мы нуждаемся в заказчике. И это очень важно, чтобы сделать качество. Сделать работу хорошую, достойную. Для того, чтобы на нее можно было хорошо и любо посмотреть. Я думаю, что я понятно объяснил, что значит животик в камне. Все, стройте из камня. Задавайте ваши вопросы, на которые мы ответим. Может не так быстро, но отлично. Продолжение следует...